На листьях проснеживших осталось позади, так не провалившись. Галина Николаевна Качалова всегда была местной звездой. Теперь после участия в масштабном проекте, внимание к ней стало еще больше. Каждый, кто знаком с артисткой, не упускает возможности лично ей сказать, как сильно рад за ее успех и гордиться знакомству. А вживую послушать пение Галины Николаевны – это и вовсе победа. Сама певица глобальных изменений в жизни после участия в шоу «Ту супер» не почувствовала. Говорит, разве что теперь много общается с прессой. Не скрывает, что выходить на московскую сцену проекта не хотела. Все тот же страх, что не получится. Позже решила рискнуть и не прогадала. Она стала одной из 45 полуфиналистов, которые прошли онлайн-отбор из тысячи человек. От Беларуси всего было четверо. Песню для выступления в Москве «Утесовскую тайну» посоветовали на самом конкурсе. А у сердца песня, а у песни тайна. Такой выбор Галина Николаевна не сразу оценила, а теперь нисколько не жалеет. Я могу голос показать. У меня там есть верхние ноты такие, всякие разные. А там у меня никаких нот нет. Там короткая такая, небольшая. Но она оказалась очень достойной песней. Очень достойной песней, замечательной песней, глубокой, такой классикой. Понимаете? И там не надо ничего такого. Там надо сердце, душу, артистизм и честность. Вот эти вещи, они сыграют свою. Так и произошло. Галина Николаевна покорила профессиональное жюри всем. Тем, как чувственно исполнила, казалось бы, простую песню. Тем, как уверенно держится на сцене, разумеется, вокальными данными, а женщин с моей внешностью в ее прекрасные 80 лет. К слову, Галина Качалова – педагог по вокалу с 50-летним стажем. Впрочем, она сама может указать любому артисту на недочеты и погрешности. Но к критике в свой адрес относятся положительно. Я могу оценивать, ну и меня могут оценивать. И меня может оценивать каждый. Не только профессионал, и непрофессионал тоже может оценивать. Потому что непрофессионал – просто человек. Если у него есть сердце, а у сердца песня, а у песни тайна, значит, он все это дело, все это он оценит. Среди полуфиналистов были опытные артисты, которые выступают на серьезных сценах России, а были и те, для кого музыка всегда была простым хобби. Галина Николаевна наладила отношения со всеми. Когда Галина Николаевна пришла на репетицию, она спела один раз и потом просит преподавателя, сделайте мне, пожалуйста, какое-нибудь замечание. Ну вот порекомендуйте мне так, чтобы я выглядела лучше, слушалась лучше. Она пропела второй раз, и преподаватель сказал ей, вы знаете, ну вот я всю песню сидел, слушал, что бы вам предложить, какое замечание сделать, не могу. Вот это была, конечно, высокая похвала и высокая оценка того, что она делает. К слову, она уже два года посещает Центр социального обслуживания, где занимается музыкой и поет в коллективе «Элеги». Музыка с Галиной Николаевной всю жизнь. Родители пели, в свое время поддержали дочь в увлечении, которая позже стала делом всей ее жизни. Признается до сих пор, спеть – это ее абсолютное счастье. Я в эйфории, я счастлива до предела. Вот до предела, вот бывает человек. В 80 лет я почувствовала себя по-настоящему счастливой женщиной. Телевизионную версию полуфинала «Ты супер» с участием Галины Качаловой покажут в будущее воскресенье 30 мая. А уже сам финал проекта можно увидеть в июне. Яна Мельниченко, Виталий Рубанов, Новости, Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова